Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свою программу. Сегодня вторник, 4 октября, в Чикаго 7.30 утра, на восточном побережье 8.30 утра, Вашингтон, Нью-Йорк, на западном побережье Лос-Анджелес, Сан-Франциско только 5.30 утра, в Москве в этот час 16.30, а в Таиланде, насколько я понимаю, уже 9.30, да? 8.30 вечера, правильно? На Бали, простите, на Бали. На Бали 8.30 вечера, да. И мы сегодня беседуем с Михаилом и Лидием Бойко, руководители, вдохновители и организаторы Центра «Разум. Реки». И сегодня мы продолжаем программу, которую начали в прошлый раз, которая называется «Мифы и легенды древней энергетической системы» под названием «Реки». Ну, тогда Вам слово. Мы уже говорили про роды в домашних условиях. Оказалось, что это не миф и не легенда, а в действительности так оно происходит. Ну, вот давайте продолжим. Что Вы нам интересного еще расскажете? Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, все зрители, которые потом будут нас видеть на YouTube. Сегодня мы продолжим вот эту тему, будем разговаривать о том, что многие считают, может быть, каким-то, какой-то преградой для практики Реки. А в нашей практике этого нет, поэтому мы хотим этим поделиться. Очень часто нас спрашивают об этом, почему вот это вот в этой школе можно, говорят, а в этой нельзя. Мы хотим поделиться своим опытом и тем, что можно делать. Сегодня мы хотим начать, так сказать, следующий миф. Это, получается, на прошлой передаче мы четыре мифа разобрали. Получается, сегодня пятый миф о том, что дистанционная инициация может передаваться до востребования. Вот сейчас практика Реки очень такой оборотный набирает, особенно в дистанционном обучении, инициации. И существует такое мнение, что это возможно передавать вообще, как бы, до востребования нашего Высшего Я. Это как понять до востребования? Я помню, посылали там телеграммы до востребования. Это другое? Да, это другое. В данном случае вот у нас есть ученики, которые проходили такое обучение до востребования, когда посылается инициация. И мы хотим сказать, что всё-таки в такой тонкой практике совсем без контакта не обойтись. Невозможно просто в никуда отправить инициацию. Зачастую у человека даже не спрашивают его фамилии, имени, где он находится, то есть с ним вообще не соединяются, в онлайне даже не соединяются и отправляют это посвящение как бы до Высшего Я. То есть, да, как говорят, что посвящение идёт и обращение к нашему Высшему Я, да? Но наше Высшее Я уже, скажем, совершенно, универсально, да? Поэтому нужно соединяться обязательно с самим человеком, то есть… С конкретным человеком, где он находится, как его зовут, какая у него дата рождения, хотя бы, это называется в терминах Рейки, космоход определённый. Вот. Хотя бы это учитель должен обязательно сделать, а не посылать, так сказать, в никуда это серьёзное действие, как посвящение в энергию Рейки, в какой-то канал силы. Как раз здесь и соединяется Высшее Я именно с нашим телесным аспектом. Да, и очень важен вот этот вот контакт, чтобы был, как мы с Вами сейчас контактируем через голос, то есть мы проявляем наше сердце, нашу душу именно вот в момент, здесь и сейчас. Кто-то нас слушает, но всё равно, даже если не видит, через звук передаётся сила. Поэтому мы хотим сказать, что инициация в Рейке возможна дистанционно, но только в онлайн, никак не до востребования в никуда. Вы знаете, нас сегодня и сейчас в данный момент слушают, я смотрю на экран, у нас есть люди, которые нас слушают. На Бали много русских, я полагаю так, и они нас слушают, да, поскольку в Чикаго ещё рановато, а там в Калифорнии тем более. Скажите, вот пример какой-то Вы можете привести прямо вот сейчас в живом эфире куда-то там энергию не до востребования, а как-то вот такую вот сессию, там двух-трёхминутную. Если не сейчас, то попозже. Вы имеете в виду послать Рейке кому-то в данный момент? Послать Рейке, да, ну, может быть, надо конкретно посылать, кстати, Рейке конкретному человеку, правильно? Да, конкретному человеку нужен его космокод, да. То есть, фамилия, имя, отчество, дата рождения, да, где человек родился и где он находится в данное время. Да, то есть, знаете, как вот огромная библиотека у нас есть, нам нужно хотя бы знать, на какую букву начинается та книга, которая нам нужна, и мы идём в эту сторону, концентрируем своё внимание, так и, в принципе, соединение с человеком дистанционное происходит, так и инициация передаётся, ну, конкретному человеку, невозможно, вот, ну, абстрактно. Да, я понял, я понял. Ну, вы знаете, нет у меня в студии, кроме напарника, вот он сидит напротив меня, он пока не изъявил, я имею в виду Будду, не изъявил желание пообщаться, поэтому я не буду себя в качестве, вот, в данный момент, в качестве подопытного кролика ставить, но мы пообщаемся. Мы планируем, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, мы планируем такую онлайн-встречу в живом эфире с Михаилом и Лидием Бойко в какой-то момент, в какой-то день мы пригласим сюда людей, пригласим вас, дорогие друзья, на онлайн такую встречу, дадим вам ссылочку, и вы в реальном времени сможете, в общем-то, получить этот код, ваш конкретный код. Да, да, для этого надо знать, еще раз, ну, понятно, имя, фамилия, отчество, если есть отчество, и дату рождения, правильно, и вы мгновенно сразу это, ничего, не делая никаких гороскопов, посылаете в Рейки данному конкретному человеку. Ну, хорошо, мы это проэкспериментируем, все-таки я хочу побыть в качестве вот этого, ну, я, правда, в курсе дела немножечко, но, тем не менее, мне просто интересно, как это в данном конкретном случае будет работать именно с вами. Хорошо, давайте продолжим тогда дальше. Следующий, да, следующий. Кстати, нас могут слушать со всей России, у нас очень много учеников, которые ждут эфира, вернее, слушают, затем смотрят нас, поэтому, может быть, это и оттуда. Наверняка, наверняка, да. Как раз в это время в России, ну, нормально, нормальное время. Как раз когда будем проводить телемост, вот наши ученики с России тоже могут подключиться к этому процессу. Да, подключиться все, но смогут, да. Хорошо, давайте перечимем миф, о котором мы хотим рассказать. Также не так давно возник этот вопрос от одного ученика, вопрос о подключении и отключении от потока энергии Рейки. Есть в интернете такое мнение, что не нужно отключаться от энергии Рейки. После того, как мы сделали сеанс или себе, или другому человеку, якобы это очень серьезное нарушение, вообще нужно быть постоянно в потоке Рейки. Мы хотим немножко уточнить эту тему, потому что что понимать под словом отключение от потока Рейки. На самом деле, наверное, в каждой школе Рейки есть какие-то свои слова какие-то, но суть все равно, я думаю, одна. Вот, например, в нашей школе, да, будем говорить о своем авторизованном опыте. Когда мы отключаемся, это называется просто отключение от Рейки. На самом деле мы благодарим Рейки, мы завершаем, говорим, намерение завершения практики, работы. Но мы никогда не говорим, что мы отключаемся от энергии. Или есть, я читала в интернете одну статью в какой-то школе, сейчас не помню, как она называется, когда произносятся такие слова, что отключаемся от человека, разрываем связь с ним, закрываем нашу ау и так далее. Вот в нашей школе такого нет отключения. У нас всё очень просто, мы просто благодарим Рейки, мы просто говорим, ну вот я начал практику, я в конце завершаю её. Мы не считаем, что это очень такое серьёзное перекрывание потока энергии Рейки. Потому что мы постоянно находимся в этом потоке, потоке Рейки. Да, Рейки — это жизнь, да, это происходит с нами. Рейки настолько разумна, то есть она подключится, когда ей нужно даже, то есть чтобы оказать нам какую-то помощь или поддержку, да, или опять же какой-то заряд энергии, да, дать нам какой-то импульс для каких-то действий. Поэтому она разумна, когда ты работаешь в этой системе, да, она всегда находится рядом с тобой. Да, я думаю, что мы поблагодарим эту энергию, у нас не будет какого-то жёсткого завершения или какого-то, знаете, как, отдаления от этой энергии. Абсолютно нет. И это определённый энергообмен, благодарность, намерение завершения. Вот никакие ауры мы не закрываем, связи энергетические не закрываем после сеанса Рейки. Поэтому наши ученики свободны в этом. Они говорят намерением, благодарят Рейки и при желании опять подключаются. В принципе, можно, понимаете, вот когда мы призываем энергию Рейки, это очень просто, в принципе, сделать, намерением определённым. Энергия приходит, мы с ней взаимодействуем. И многие ученики отмечают в практике своей, что порой и этого не нужно для того, чтобы энергия Рейки активизировалась. Когда в ней очень много практикуешь, очень долго, это само состояние, оно само иногда активизируется. Ощущаешь тепло в руках, ощущаешь вот эту вот материнскую расслабляющую энергию. Вот. И я думаю, вообще, в принципе, это же ведь энергия Рейки и практики Рейки, они активизируют нашу внутреннюю силу, естественную. И нельзя назвать это каким-то чудом сверхъестественным. Это естественная практика. Вот. И поэтому в ней находиться, её благодарить, это нормально. Нет никаких нарушений, когда мы после работы, после практики говорим, благодарю тебе, энергия Рейки. Или, допустим, да, мы работали в потоке перед сном, положили на себя ручки, да, при этом в хорошем состоянии, да, мы заснули и забыли про поблагодарить. Ничего страшного, да, проснулись утром, поблагодарили, да, и живём дальше. Да. То есть мы хотим, опять же, сказать, будьте более свободны в практике Рейки. В ней нет какого-то вот сильного отрицания. Она только утверждает. В ней очень всё легко и просто. Так же, как дышать. Мы дышим спокойно. Мы можем благодарить за это, можем забыть поблагодарить. Но, в принципе, это всё равно естественный, благоприятный, гармоничный процесс. Понятно. Ну, пойдём тогда дальше, да? Да, поехали дальше. Мы хотим затронуть. Также есть, я бы сказала, это вообще стереотипный миф о том, что практики Рейки не работают с причиной заболевания или сложной какой-то ситуации. Что практики Рейки, как и химические лекарства, могут работать только с видимыми последствиями, не уходя вглубь от того, почему возникло заболевание, почему пришла та или иная непростая ситуация. Мы хотим сказать, опираясь на свой многолетний опыт, что практика Рейки как раз-таки помогает нам разобраться с причинами, возникающими и провоцирующими какое-то заболевание. Конечно же, важно понимать, что любая сложная ситуация – это, конечно же, следствие. И практика Рейки, конкретно вот то, что мы практикуем, я не могу говорить обо всех школах, обо всех учителях, я могу говорить только о себе. В нашей школе мы очень глубоко разбираем, очень глубоко идём и ощущаем причины возникших заболеваний или ситуаций, вплоть до того, что мы идём даже в прошлые жизни, и там это всё развязываем, очищаем. И это неправильно говорить, что Рейки не работает с причиной. Чаще всего об этом говорят люди, которые не практиковали Рейки или, может быть, очень поверхностно на первой ступени ознакомились с ней, потому что такая глубина начинается примерно со второй ступени, со второй, с третьей ступени. Невозможно на первой ступени это всё объяснить человеку и обучить его этому, всё идёт в Рейки поэтапно. Но утверждать, что Рейки работает только с последствиями, это в корне неверно, это невежественно, потому что это без знаний о том, что такое глубина практик Рейки. Да, просто нужно разобраться в причине. Почему? Потому что заболевания бывают разные. Есть заболевания, скажем, допущенные, и заболевания кармические, и заболевания священные. То есть откуда это пришло? Опять же, можно запрашивать, получать информацию, не развязывать эти узелочки. Поэтому практики Рейки как раз работают с причинами. Просто в практике Рейки очень всё интересно получается. В ней так же, как и в астрологии, нет какого-то прямого текста. Все люди чаще всего хотят что-то вот такого очень яркого, мгновенного, не знаю, каких-то картинок, какого-то, вот чтобы вот им прям вот показали два-три слова, которые они ясно, чётко увидели. На самом деле чаще всего это не так. То, что мы ощущаем, это очень тонкие вибрации. Кстати, с этим связывается следующий миф о том, что нужно, вот если мы чувствуем какие-то яркие ощущения, тогда практика работает. Если человек не чувствует что-то очень ярко, то значит это не работает. И вообще человек начинает не верить в это. На самом деле, если человек живет преимущественно в низких вибрациях, употребляет интоксикации, ведёт какой-то образ жизни, который связан с низшими вибрациями, он априори не может почувствовать эти тончайшие вибрации энергии Рейки. И для него, может быть, это будет как, ну не знаю, японские иероглифы, вообще непонятно и ни о чём. Но это совсем не значит, что практика Рейки не работает. И новички зачастую, сталкиваясь с тем, что вот кто-то от их сеанса что-то не чувствует, это их почему-то останавливает. Но на самом деле в этой практике нужно немножко вырасти. Когда человек только начинает практиковать, что же он от себя требует, какого-то глобального потока, каких-то глобальных трансформаций за час практики, например. Не ожидайте, пожалуйста, дорогие практикующие Рейки. Энергия, она очень тонкая Рейки. В ней преимущественно электрические составляющие. Если же человек ещё очень полон магнитных составляющих, вибраций, низких, плотных, то ему сложно их почувствовать. Это не значит, что он никогда не почувствует. Просто нужно время. Нужно немножко времени, перестройка сознания, развитие сенсорной чувствительности. И всё равно, рано или поздно, человек, если постоянно практикует, он начинает всё прекрасно ощущать. В практике Рейки. Вот есть такая поговорка у нас. No pain, no gain. Имеется в виду, нету... Человек, который проходит через процесс очищения, лечения, пока он не почувствует какой-то боли, он не очистится, скажем так, или не вылечится. Это в Рейке тоже бывает? Пока человек не ощутит боли, он не вылечится. No pain, no gain, да. Ну, как, знаете, вот, допустим, человек, у него проблема в организме, ему надо, как обычно бывает, чтобы посадить цветы, надо выполоть какие-то сорняки. Ну, и прежде чем приступить к процессу облегчения лечения, надо избавиться от токсинов в организме. Ну, токсины – это яды, которые хранятся там где-то там у нас внутри, и которые, если их не трогают, так они более-менее до какого-то времени они себя ведут спокойно. Как только начинаешь их выгонять, они начинают, соответственно, сопротивляться и начинают давить, грубо говоря, на какие-то там слабые места, и человек естественным образом чувствует очень большой и серьезный дискомфорт. Не бывает такое, что когда человек начинает заниматься Рейки, и вы ему даете какую-то инициацию и так далее, у него вот такие тоже моменты наступают. Да, я поняла теперь ваш вопрос более, когда вы глубоко объяснили. Да, существует такое понятие, как очистительный кризис некий, когда человек что-то вообще начинает в себе очищать. Но вот в нашей практике мы видим, что очень мягко это, чаще всего, в процентах 90 случаев человек очень мягко проходит через этот очистительный кризис. Но все равно 10% бывает, когда у человека очень серьезное нарушение в энергетике, когда на нем много блокирующих программ различных, стереотипов тонны, то это, соответственно, внесет, конечно же, со собой вот это вот очищение более, ну, не такое мягкое, я бы сказала. Но все равно, если мы будем сравнивать Рейки с какими-то другими практиками, я бы сказала, здесь очень мягкое ощущение. Она, сама энергия, она очень мягкая. Вот. И это очень мягко проходит. Мы об этом, конечно же, предупреждаем, но это очень редко бывает. Когда же это бывает, нужно, важно понимать, что я люблю это сравнивать с тем, что вот когда мы делаем уборку в доме, например, мы ее не делаем год, два, десять, двадцать лет. Очень много мусора, в принципе, пыли может собраться. Мы берем веник, мы начинаем это все выметать из-под кровати, дивана и так далее. И сам веник здесь, в принципе, ни при чем, что мы собрали очень много мусора. Нам нужно, наоборот, порадоваться, что он собрался, выкинуть его, очиститься от него. Так и практика Рейки сама по себе не совсем виновата в том, что вот этот мусор собирается, потому что это определенный инструмент очищения, вычищения. И человек, если у него происходит такой очистительный кризис, он должен, наоборот, радоваться, еще больше делать Рейки себе. Это всегда будет помогать не останавливаться, а наоборот, увеличить сеанс Рейки в самом себе. И все будет все равно, все мягче, мягче, мягче. Да, но обострение присутствует, оно имеет место быть. Как раз есть допущенные болезни, когда человек своим образом жизни как раз допустил их в свое тело. Да, опять же, интоксикации, какими-то химическими продуктами, еще какими-либо. При этом, естественно, то есть Рейки начинали влиять, то есть оздоровляют человека, выходят токсину. В принципе, могут быть какие-то, опять же, высыпания или еще что-то. Но, в принципе, не так остро, да, и не так все страшно происходит. Да, вот у нас вообще не традиционная школа Рейки. И у нас есть инструмент, очень такой серьезный, энергоинформационная чистка, помимо основных практик Рейки, которые начинаются со второй ступени. И у нас практикующие очень через нее достаточно облегчают себе вот этот вот очистительный кризис. И чаще всего у наших учеников не бывает этого, чего-то такого острого. Поэтому разные школы. Вот те люди, которые какие-то суждения делают о практике Рейки, они могут не знать, что существуют разные школы Рейки, очень разные инструменты, разные глубины. Поэтому никогда как бы неразумно делать вывод какой-то и говорить, обобщать очень все. Нужно конкретно говорить, смотря в какой школе Рейки. Понятно, интересно. Ну хорошо, тогда поехали дальше. Да. Следующий миф, который я хочу затронуть, касается того, очень часто вопрос бывает, насколько быстро можно проходить следующие ступени обучения. Это очень интересный момент. На прошлой встрече мы немножко затрагивали эту тему, что раньше существовали определенные сроки. Например, существовал срок в 21 день, что в 21 день нужно практиковать минимально какую-то ступень, особенно между первой и второй, потом только дальше идти. А между второй и третьей вообще должен быть огромный период времени. Мы хотим сказать, и прояснять свой опыт, немножко другое. Сейчас другое время, другие вибрации. По нашему опыту, у нас многие ученики достаточно быстро проходят, особенно этап между первой и второй ступенем. и еще более быстрая эволюция проектов. Это не опасно ни в коем случае. Это не идет никакое форсирование результата, потому что это инструмент. Когда мы получаем еще один инструмент, более глубокий, мы, наоборот, облегчаем себе путь. Это можно сравнить с тем, как мы, например, идем через джунгли. У нас может быть в наших инструментах, к примеру, только палаточка. И вот мы идем только с палаточкой. Мы можем укрыться от дождя, от животных. Но если у нас еще будут спички с собой, это уже еще дополнительный инструмент. Если у нас будет с собой котелочек для еды, это еще один инструмент. Хорошая обувь, мачете, компас. То есть, чем больше у нас инструментов, тем легче мы пройдем дальше путь. В практиках рейки то же самое. Когда мы получаем, когда человек получает вторую ступень, он получает еще более мощный инструмент, более удобный, ему еще легче идти, понимаете. И в этом нет ничего опасного. И в нашей практике за многие долгие годы мы в этом убедились. Наоборот, чем человек, особенно между первой и второй ступеней, не должен быть очень длинный перерыв. Потому что первая и вторая ступень, они как бы идут совместно. И вообще все самое интересное начинается в практике рейки мы со второй ступенью. И не обязательно ждать какое-то количество времени. Нужно чувствовать сердцем, готовы вы идти дальше или нет. Это, наверное, самое основное, на что стоит опираться. Они никак не на количество дней. Кому-то можно и на следующий день получать. У нас очень часто так. Люди получают первую ступень, например, сегодня, вторую ступень завтра. И дальше практикуют. А кому-то нужен месяц, месяцы для того, чтобы пойти дальше. Это очень индивидуально и нет какое-то очень жесткое ограничение в днях. Это можно сравнить также с транспортным. Можно передвигаться, допустим, на самокате, можно передвигаться на спортивном болиде. Так и от получения знаний. То есть первая ступень это самокат, это только энергетический уровень, скажем так. Вторая ступень это уже велосипед, скажем так. Третья ступень это уже комфортабельная машина. Почему? Потому что ты получаешь новые знания. Соответственно, исходя из этих новых знаний, ты также можешь больше творить, гораздо больше чего сделать. Скажите, существуют ли какие-то критерии, по которым человек предполагает, что он готов к получению ступени, или вы это сами определяете как учителя? Нет, мы никогда это даже не пытаемся определить, мы всегда говорим ученикам, чувствуйте свое сердце, чувствуйте свою готовность, только по их запросу мы идем дальше. Существует такое понятие как майя, да, иллюзия? То есть человек может считать, что он уже, так сказать, готов, а на самом деле он бежит спереди паровоза? Ну, в нашей практике такое редко, те люди, которые доходят и созревают, они так радуются этому, то есть, я же говорю, это вот относится к тому, о чем я говорила до этого, это просто еще один инструмент, который облегчит путь, а не усложнит его, и никаких проблем с этим не возникает, наоборот, никогда, человек, наоборот, только радуется, только говорит, ой, как же хорошо, что я дальше пошел и не побоялся, чаще всего, наоборот, люди не форсируют события, редко, кто идет очень быстро, но и тот, кто идет быстро, никаких проблем у него не возникает, наоборот, тот, кто идет быстро, соответственно, получает и быстрый результат, да, тот, кто не боится, просто идет, берет инструмент и пользуется. Ну, хорошо, но какой-то срок должен пройти между первой и второй ступенью, между второй ступенью, там, третьей ступенью, мастером реки, или нет такого? Есть, есть какие-то тесты? Есть одно только требование, когда человек получает самую финальную ступень, ступень мастера-учителя, вот до этого нужно созреть, до этого нужно очень вырасти, и редко вообще человек сам начинает об этом говорить, его жизнь только, если подведет, а до ступени мастера-учителя, до финальной ступени, никаких, нет каких-то сроков, требований, зачетов, отбора, нет, нет этого, это не, как сказать, не экзамены, нет, это инструменты, которые помогают нам идти. Ну, хорошо, допустим, вы говорили о том, что первую ступень можно получить инициацию буквально за, даже не за пару часов, не за один день, а вообще там в течение нескольких часов, допустим, правильно? И человек на завтра говорит, давайте я готов ко второй ступени. Как это? У нас это часто в нашей школе, в нашей практике, я еще раз повторю, гармоничные результаты, замечательные, человек идет, и хочу сказать, что вот, я не знаю, это вот стереотип определенный, что вот должно что-то пройти, что могут быть возникнуть проблемы какие-то, нет в нашей практике этого. Человек получает по требованию его велению сердца, пожалуйста, всегда готовы, ничего страшного не происходит. Все имеет место быть, чему быть, тому не виноват, все, что не делается, все куча. Ну, хорошо, хорошо, понятно. Так, и у нас остался последний, да? Да, как раз хотел сказать завершающий. Завершающий. Да, тоже очень важная тема, которую хочу затронуть. Опять же, скорее всего, исходит из уст тех людей, которые не знакомы с практикой рейки. Бытует мнение, что практика рейки чем опасна, да, тем, что человек может не воспользоваться вовремя медицинской помощью, из-за того, что ему будут предлагать энергию рейки, он будет как-то упускать время того, чтобы воздействовать на какими-то химическими препаратами, на свою болезнь какую-то очень острую. Мы хотим сказать, что практика рейки никак в разрез медицины не идет. Тут просто нужен нормальный, здоровый разум. Когда серьезные заболевания или острые заболевания, рейки не предполагает абсолютное отсутствие медицины. Нужно просто разумно и спокойно к этому относиться. Если нужно медицинское вмешательство, обязательно его нужно применять. А энергия рейки, она будет помогать прожить это состояние и потом будет восстанавливать, регенерировать ткани, органы и так далее. Но никак мы в нашей практике тоже никогда не говорим, что ничего, перестаньте все медикаменты употреблять, какую-то категоричность. Вот категоричность и рейки это несовместимо. В рейке все гелько, плавно. И те люди, которые мудро практикуют, мудро получают знания, они тоже никогда не будут как-то противопоставлять эти два аспекта. Медицина это тоже нужная структура, нужная порой врачи такое делают, жизнь не спасает, что через рейки невозможно бывает сделать, хирургия, например. То есть, если вы сломали руку, обратитесь к травматологу сначала, а потом, скажем так, можно уже стрелять свою руку, чтобы она зажила. На самом деле это, конечно, правильно, потому что, допустим, человек заболел и начинает лечиться, ну, скажем там, воспалительный процесс идет, он начинает применять травы, альтернативное целительство какое-то, ну, в том числе и рейки, но ведь воспалительный процесс надо как-то убрать для начала, то есть, это, так сказать, emergency, это та самая ситуация, когда ее необходимо устранить именно конкретно сегодня, но это не отменяет то, что надо решать проблему, почему все-таки воспалительный процесс этот начался, к чему-то это привело, то есть, надо подходить к этому разумно, ну, и мне нравится этот подход, ваш подход, потому что ничего не убирается, ничего, нету никакого фанатизма, мы занимаемся только этим, другим мы ничем не занимаемся, а если, мы занимаемся, то наша школа, конечно же, самая лучшая, что на самом деле так оно и есть, поэтому люди приезжают к вам на Бали и в Гоа, и в данном случае уже совсем скоро начинается ретрит, правильно? Совсем скоро, с 10 по 20 ноября, Гоа. С 10 по 20 ноября. Дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям, которые я вижу на совсем другом экране монитора, я благодарю вас, что вы находитесь с нами в этой энергии общения с нашими уже друзьями с центром разума рейки Михаил Лидия Бойко, который является его вдохновителем, организаторами и учителями. Наши программы все записываются и выкладываются в YouTube, где вы можете с ней ознакомиться, оставить свои замечания, комментарии, предложения. Это тройное WSundGatesRadio.com В YouTube это SunGatesRadio Тирия R по-английски, это буква означает Russian на русском языке, и, в общем-то, все те, кто подписаны на наши каналы, имеют возможность мгновенно получить эту информацию, поскольку она сразу появляется для подписчиков. Благодарим вас за ваше время, достаточно позднее, там, где вы живете сейчас, ну, а нам это зарядка, так сказать, на полный рабочий день. Рейки это солнечная энергия, позитивная, исходящая от вас, таких красивых и позитивных людей. Спасибо вам огромное. Благодарим вас, Майкл, благодарим ваше радио, благодарим наших радиослушателей. Спасибо, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин